Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе и Hello Neighbor Forgotten House снова, короче, сегодня у нас вторая версия, предыдущая версия была при альфа, это паблик демо, следующая версия, и это не просто какое-то обновление, здесь у нас дом из альфы 2, в прошлый раз был дом из альфа 1, здесь из альфы 2, поэтому это реально прям следующая версия, которой реально стоит поиграть, и ту, и другую, правда, какая-то я вижу что-то проблему, почему-то вот это вот, вот это вот место вылезает за пределы экрана, и почему-то вот здесь какие-то черные полосы есть, я не знаю с чем это связано, такое чувство, что разрешение немножко неправильно тут стоит, но в настройках что-то я не вижу никакой смены разрешения, тут только вот настройки графики самой, ну ладно, давайте уж как-нибудь попробуем, я тут уже запускал, чтобы проверить, насколько хорошо все работает, но да, что-то реально за пределы экрана вылезает немного, и это как-то странно очень, катсцены мы видим и музыка, которая была в меню, напоминает хэллоу ноябер 2, в чем, мне хэллоу ноябер 2 не очень нравится, ну вернее как, неплохая игра, но она мне понравилась гораздо меньше, чем первая часть, что-то доски торчат через вот эти рамки, короче как-то выглядит хуже, чем в этом самом предыдущей версии выглядит как-то так, я переверну телефон, чтобы уведомления не мешали, пока короче, здесь другие обои также, но даже другого цвета диван, но, а здесь даже текстур нету в стенах, а тут спальня, спать нельзя, и вот такой шкаф даже есть, которого мы не видели в обычных версиях хэллоу ноябера, наш дом вообще зеленый, давайте дом соседа изучать, вот там наверху какая-то лестница, сам дом в другом цвете немного, он такой бирюзовый, если там в Альфе 2 и там другие херсты, этот дом использовался, он такой синенький был, голубенький, то здесь какой-то бирюзовый, другой оттенок совершенно у дома, только и что-то какое-то мыльцо прям присутствует, серьезное, ну что ж, давайте разбираться, как и что у нас здесь делается, музычка из хэллоу ноябер 2 опять же, из более, из старых версий, не релизных еще, хэллоу ноябер 2 это хорошая игра, у нее реально, в принципе, реально интересные некоторые вещи, правда некоторые головоломки реальные, очень сложные, порой даже сложнее, чем в первом хэллоу ноябере, но, там такие минусы есть, это, короче, там сильно ухудшены те вещи, которые являются главными фишками первого хэллоу ноябера, это искусственный интеллект, например, который во второй части явно изменился, он стал там гораздо хуже и более тупее, и менее развитым, также там нету того, что можно любой предмет там взять, взаимодействовать, можно брать только предметы, которые нужны для прохождения, более того, в первой версии релиза еще можно было разбивать исключительно те стекла, которые тоже надо разбивать, только те стекла, которые нам нужно разбивать, остальные не ломались, но потом, потом это исправили, но искусственный интеллект, кстати, не реагирует на разбитие стекла, там, ну и графика сильно, что-то я вот нажимаю на машину и вот так вот тут оказываюсь, как-то странно, да, ну давайте снова пойдем, короче, туда, там какой-то провод торчит из-за кухни, ну что-то можно нажать тут, ага, здесь кодовый замок нужен, лом и ключ, ага, вот генератор, ну-ка давайте запустим, есть что полезное? Нет. Ладно, давайте смотреть, что там сзади, так, что это, что это за рычаг, что он делает? А-а-а, пригодится, так, а я же нажал выключить, странно, как-то, так, ладно, давайте разберемся, что наверху, можно же забраться на эту, так, тут заколочь, туда не забраться, так, так, ищу рычаг один, что-то открылось, может быть решетка, которая там была на первом этаже, я видел, там решетка была, так, в окнах что-нибудь есть? Есть! Это ультрафиолетовый ламп, наверное, а здесь что? А там дверь с замком, ладно, а что в этих окнах? Это то, что с обратной стороны, но я ничего тут не вижу, так, а тут, ну, так, а здесь второй этаж, но мы там были уже, сарайчика нету здесь, давайте-ка смотреть, что тут имеется, здесь что там, ломик, еще один шкаф, о, это ключ какой-то, это от машины, наверное, забавно, нашли ключик уже, так, ключик от чего-то, да, решетка открылась, вот, и ключик отсюда, отлично, прям налегке как-то пошло, все пока, как и не тушитель, ломик, не знаю, нужно ли нам что-то еще, что это за лампочка, или что-то такое, не знаю, надо нам это или нет, о, еще одна, интересно, блин, тут закрыто, а, надо, вот, поднимемся туда, через этот, лифт, мы дотянемся до сюда, так, странно, немного рычаг этот работает, не достать, блин, где этот, коробку, блин, не получилось, да, блин, да, блин, че это за, че это значит вообще, да, блин, бесполезно, дайте коробку какую-нибудь, ай, дайте стульчик мне, о, вот это лучше, о, вот это, вот на этом, завели, залезем, да, блин, все равно не залазит, бесполезно, да, блин, ну, не, вообще не прыгает туда, да, так, вот так сделаем, поближе прям поставим, о, отлично, а, тут даже не надо разбивать, так, еще ключ один, и я так полагаю, это ключ от этого, как его, короче, то и двери, которые надо здесь за окном, давайте посмотрим, о, так, так, хорошо, так, тут уже не пролазит, что-то не разбивается, о, разбил, дайте лом сюда, куда упал, хорошо, это, 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 что такое, рычаг какого-то, необычного цвета, что он открывает, и ясно, блин, а, блин, там есть что-то, да, тут что-то есть, походу, так, какая-то записка, о, еще одна, фигушка, а, вот так надо ставить, блин, да, не ставится, что-то, что она сюда не ставится, подождите, может, в первую надо, я не знаю, она не вставляется, может, тут как-то включать надо, я не знаю, так, что тут написано, ну-ка, блин, тут много читать, дайте я фото переводчик, какой-нибудь открою, вот, фотографический, ну-ка, фото перевод, блин, room, так, может быть, тут написано, что надо с ними делать, блин, не-не-не, низкокачественные, ну, не-не, не получилось, не видно, и свет тоже не особо поможет, еще раз, ну-ка, я в английском не идеален, так, еще раз, пробуем, эй, с днем рождения, я знаю, что ты влюблен в такого рода изобретения, поэтому мы с другом собрались вместе, и создали их для тебя, принцип работы заключается в том, что вы отсеиваете предохранители, а затем идете вперед, и вставляете их в прорези, откроют дверцу, с правой стороны, где есть небольшое пространство, где можете разместить все, что захотите, жаль, что у меня там не было, солиданный момент, у меня почти нет ни денег, ни транспорта, снова большой любовью, возвращайся снова, с днем рождения, понятно, ну вот я предохранители эти вставляю, не происходит ничего, а вот, вот так, вот так, вот это делается, во, опа, это ключ от подвала, так, отлично, отлично, ладно, с этим тоже разобрались, с этим тоже разобрались, с этим тоже разобрались, ворон слышим, как туда не зайти, сюда тоже, теперь надо отковырять доски, и, короче, код искать, он, наверное, за картинами где-то, предохранители, кстати, это, наверное, идея взята с мода на хеллоу-нейвро, под названием Hello Doctor, там надо было три предохранителя, четыре предохранителя найти, код, где теперь искать, шкафу, может, в каком, а, вот картина же, ну-ка, нет, не видать, еще картина, о, вот же он, 69 81, 69 81, 69 81, 69 81, ну как в альфе 1 все то же самое как-то даже я не удивлен жаль только что нам не удалось посмотреть какой здесь подвал потому что его здесь нет ну шо ж в принципе такая такая вот фанатская игра будем ждать новых версий собственно говоря мне меня просили фанатские игр по холодной бор 2 сыграть меня не так сильно цепляет но среди них говорит реально что-то стоящее есть так что я думаю надо все-таки взглянуть собственно ссылка на игру будет в описании на обе версии так спасибо всем за просмотр с вас и коз подписываться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой влоговый канал сводеру вконтакте дэн и всем пока и